Привет! Для них быть борцом значит занять свое место в обществе. Слышали такую поговорку? Брось камень в толпу, попадешь в мастера спорта. Брось два камня, попадешь в чемпиона Европы. Брось горсть камней, попадешь в олимпийского чемпиона. Так говорят о дагестанцах. И действительно, Дагестан — это кузница единоборцев, и они этим очень гордятся. Естественно, упускать из виду представителей Дагестана в ММА не стоит, ибо они могут покорить мир смешанных единоборств. Поэтому в этом выпуске поговорим о пяти перспективных бойцах из Дагестана, которые смогут однажды побороться за титул UFC. После успеха Хабиба Нурмагомедова в UFC все взгляды в сообществе ММА теперь твердо прикованы к следующей волне будущих перспектив Дагестана. Такие бойцы, как Ислам Махачев, Аскар Аскаров и Магомед Анкалаев уже полностью утвердили в своей карьере в UFC, приняв на себя роль представителей Дагестана после ухода Хабиба. Однако за ними уже быстро поднимается новая волна молодых перспектив. Поскольку забит Магомед Шарипов похуже делает шаг в сторону от участия в профессиональных боях ММА, настало время для его младшего брата Хасана. Хасан Магомед Шарипов непобежденный боец полулегкого веса. Его рекорд пять побед и ноль поражений. Он недавно подписал контракт с Велатом. Ему всего 20 лет, у него еще достаточно времени, чтобы перейти в UFC и попытаться взять золото в полулегком весе. Забит известен своей нестандартной техникой и Хасан похуже сделан из того же теста. Посмотрите, как он использует твистер, один из самых редких видов финиша, используемых в ММА. Усман Нурмагомедов – двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова. Но, несмотря на некоторые общие черты с бывшим чемпионом UFC, у него совершенно другая техника. Рекорд Усмана – 11 побед и ноль поражений. Недавно дебютировал в Белата, уверенно одержав победу над Майком Хамилем. Усман – элитный боец стойки, но также в его арсенале есть и классическая дагестанская борьба. Как сказал Али Адель Азиз, Усман – улучшенная версия Хабиба. Людям следует присмотреться к нему. У него есть все – ударная техника, грэплинг, джиу-джитсу. Он умеет нокаутировать соперников локтями. Он феноменален. Некое сочетание Хабиба, Джона Джонса и Эсраэля Адысани. А сейчас мы переходим в сферу дагестанских бойцов, которые уже подписали контракт с UFC. Тагир Уланбеков выступает в наилегчайшем весе UFC. У Уланбекова на данный момент профессиональный рекорд – 12 побед и одно поражение, а в UFC – одна победа и ноль поражений. Его дебют в организации состоялся в 2020 году, когда он единогласным решением судей победил Бруно Сильву. Высока вероятность того, что он быстро поднимется по служебной лестнице. В дагестане специалист по саммешнам. Шесть из тринадцати противников он победил с помощью приемов. Еще один двоюродный брат непобежденного бывшего чемпиона UFC – Умар Нурмагомедов. Дебютировал в американском промоушене в январе 2021 года. Его соперником был товарищ дебютант Сергей Мороз, который на тот момент выигрывал серию из пяти боев. Умар сделал мгновенное заявление, победив Мороза удушающим приемом. И это было особенно примечательно, поскольку именно этой техникой Хабиб добил Камала Шаларуса в своем дебюте. Умара еще не назначили на следующий бой, но у молодого перспективного бойца впереди бесспорно светлое будущее. Тимур Валиев, безусловно, самый опытный боец в этом рейтинге. Его рекорд – 18 побед, два поражения и одна ничья. Тимур провел уже три боя под эгидой UFC. Последний пришелся на 27 июня 2021 года. В 2020 году он наконец подписал контракт с американским промоушеном. И несмотря на то, что у него был тяжелый старт, он проиграл Тревену Джонсу, результат боя был отменен, так как в допинг-тесте Джонса нашли следы канабиноидов, что означает, что боец употреблял марихуану незадолго до боя. Поединок признан несостоявшимся. В ночь с 26 на 27 июня Валиев сразился с опытным бразильцем Раони Барселосом, на счету которого до боя было 16 побед при одном поражении. В главном ММА промоушене Раони ни разу не проиграл в пяти схватках. Однако Тимур прервал серию побед бразильца. Несмотря на то, что дагестанский боец побывал дважды в нокдауне, он смог одержать победу по очкам. Вот такой вот рейтинг. Будем следить и дальше за, безусловно, талантливыми бойцами, которые могут поставить на уши промоушен. На этом все. Не забывайте ставить лайки и подписываться. Пока! Подождите, да тебе привет скажу. Поскольку забит Магомер... Сейчас. Главное запомнить.